Я приветствую храбрых героев и милых героинь. Меня по-прежнему зовут Анна Шальнева, и я комьюнити игры Гильдия Героев. Грядущее обновление, которое я вам сейчас покажу, принесет с собой ивент и новых питомцев, медведей. А также вас наверняка порадует новость о том, что в сундуке появится новая пятая вкладка, где можно будет хранить дополнительные ресурсы. А примерно через несколько дней в игре появится акция Расхитителей Сокровищниц, приуроченная к Черной Пятнице. Там вы сможете получить новые тома урона, защиты и скорости, 16, 15 и 18% соответственно, знамена для питомцев, полезные ресурсы и души босса. А мы заходим в гости к Барду и освежаем в памяти этот формат ивентов. Я постараюсь быть максимально краткой, ведь такой ивент вам всем хорошо знаком. Вам предстоит крутить праздничную рулетку с разнообразными наградами. Давайте посмотрим на их список. Здесь есть и бустеры, и рейды, и руны, и алмазы, а самое главное – ключи от праздничного сундука. Рулетка вращается за жетоны, их по-прежнему можно получить за просмотр рекламы, проходя ежедневные задания, нападая на гоблина на локациях или приобретя в магазине ивента. Помните, что в режиме автобоя ваш персонаж гоблина бить не станет, это нужно делать руками. Вы все так же можете купить билеты на праздник – серебряный или золотой – и получить за покупку бонусы. Праздничный сундук содержит разные полезные ресурсы – аватарку, новую, тома на урон и скорость, такие, которые уже есть в игре, души босса для покупки ультимативного умения и новые следы, которые я вам покажу чуть-чуть позже. Десять раз открыв праздничный сундук, вы получите новые праздничные крылья, как раз в комплект с следом. Настоящий зимний вариант. Остается выбрать зимний скин города, если он у вас есть, и одеться в красный меховой скин – Санты. Вкладка «Задание» объяснит вам, где взять жетоны для прокрутки рулетки, а про магазин я уже рассказала. А вот и новые крылья со следами. Вы их еще раз увидите, когда я пробегусь по локации с Мишкой и буду показывать работу его умений. А вот, собственно, и он. Сразу обращу ваше внимание на то, что количество яиц для его прокачки вы найдете в инфобоксе под видео. А для игроков с хорошей памятью скажу сразу, что количество яиц, которые необходимы для прокачки Мишки, одинаковое с количеством яиц для прокачки Феникса. Максимальный уровень Мишки – 216, что на 18 уровней выше Феникса. Хочу обратить ваше внимание еще и на то, что поколения питомцев были пересмотрены. Теперь они маркируются не буквами, а цифрами, и их 7 штук. Первое начинается от драконов и заканчивается на седьмом – на медведях. Это было сделано для вашего удобства и для понимания, что от поколения к поколению параметры питомца усиливаются. По аналогии с сетами и с умениями. Давайте познакомимся с умениями Мишек. Поскольку Мишки у меня не докачаны, держите в голове, что параметры умений на максимальной прокачке будут выше. Как и всегда, я не буду читать вам то, что вы можете прочитать сами, поставив на паузу видео там, где вам интересно, согласно стихии, которую вы планируете выбрать. Я лишь кратко скажу, что умений по-прежнему три. Делятся они на дрожь, силу и заточение разного характера, в зависимости от стихии. Способности Мишек повышают их урон, замедляют врагов, повышают скорость атаки, влияют на критический рейтинг и на жизнь Мишек. Я для себя обычно выбираю стихию света, поэтому буду очень рада получить в сообществах обратную связь, особенно по трем другим стихиям. Но и по люме, разумеется, тоже. Я знаю, что есть игроки, которые строго выбирают только одну стихию, даже если внешний вид нового питомца им не очень нравится. Держитесь, я мысена с вами. Мишки в младенчестве, кажется, мне очень милыми, даже жалко их растить. А теперь давайте немного посмотрим на визуал умений на примере Мишки Люми. Я специально замедлю видеоряд, чтобы было понятнее. Гейм-дизайнеры хотели привнести нотку юмора в умения Мишки. И мы на самом деле искренне надеемся, что вы это оцените. А на этой забавной ноте я заканчиваю свой обзор. Желаю удачи в выращивании Мишек на ивенте и в игре в целом. Увидимся на просторах Грейхевена. Субтитры создавал DimaTorzok